Пишите к нам, друзья, в Ташкент, в Ташкент Здесь весь народ своим теплом согрет До сей узбеки с малолетства чтут Притыкли в последнее отгаду В Ташкенте всех с любовью ждут Позитив Лайф ТВ С позитивом по жизни Радио Позитив Моё любимое радио Итак, доброе время суток Всем, кто нас видит и слышит С вами Наргит Малаева В передаче про всё на свете И сегодняшняя наша тема Любовь и голуби А сейчас я хочу объявить наших спонсоров Всех, во-первых, рады слышать Сегодняшний спонсор Ресторантель Овец Кебаб Хаус Разнообразное меню Уютные интерьеры Приветливый персонал Это основа любого хорошего ресторана Обновленное меню Успейте попробовать за окном Жара в ресторане Тель-Авит Кебаб Хаус Уютно, прохладно и вкусно Мы ждём ежедневно с 12 дня до 12 ночи По адресу 7539 Main Street, Flushing А также звоните к нам по телефону 718-739-3100 Ресторант Тель-Авит Кебаб Хаус Приглашает вас приятно провести вечер Для вас мухарская, кавказская кухня Живая музыка по вашему желанию А также бесплатная доставка еды по Квинсу Повара ресторана Тель-Авит Кебаб Хаус Приготовят для вас кулинарные шедевры А также не забудьте посетить Питахат 718-544-6755 И Бергер 718-544-4797 Ашгаха в BHQ Bet Yourself Итак, сегодняшняя наша тема Вы в пути, мы к вашим услугам BTR Way Logistics представляет Для тех, чья жизнь связана с вождением Трака, наш автопарк С грузовыми тягачами Volvo и Freightliner С нашей техникой и оперативной командой Мы создаем все возможные условия Для вашей прибыли и безопасности в пути Наши траки от 2015 года До абсолютно новых 2020 года Есть возможность выкупить Предлагаемые нами траки Volvo или Freightliner И по желанию в лице водителя Вы можете сотрудничать с компанией BTR Way Logistics BTR Way Logistics Компания, которая создает Все возможные условия для водителей Плохая кредитная история? Нет проблем Главное, у вас есть CDO Добро пожаловать в компанию BTR Way Logistics А сегодняшняя тема – тема любви Сама по себе тема широкая Имеет очень много Многогранную Многогранную Да, тема очень обширная Очень цветная И имеет очень много разных Противоречий и оппозиций Поэтому Ленечка, приготовься Тема сегодня будет очень Душесчипательная И мы будем сегодня спорить А может даже и ругаться Прямо в интернете Ну вот смотри, прям сразу Вот я прям вот бью пощечины По этой передаче Пах! И задаю тебе вопрос А почему ты решила взять Именно эту тему? Ну потому что На эту тему можно говорить Бесконечно Во-первых На эту тему будет Очень много разногласий И особенно у тех Кому повезло меньше Ты же понимаешь Да И тогда начнется перепалка А я люблю спорить Особенно когда я в конце Все равно остаюсь права Ты же знаешь Не боишься Что на улице Тебя с кирпичом встретят Или с шумейкой С кавкиром А это вы сказали Майки Линьки Вот так Нет Счастливых людей Все равно больше Так Они просто не знают Что они счастливые Да Еще не успели С тобой встретиться Да Чтобы ты им объяснила По вопросам любви И живой и неживой природы Я эксперт Скажи мне А что такое любовь? Ну давай Что такое любовь? Лямур Любовь Ну любовь Смотря с какой точки зрения посмотреть С медицинской точки зрения Так это 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 Тестостерон И эстроген А Так С такой С нашей земной точки зрения Так это Нерасторжимость Это то Что не может разбить Ничего В человеческих отношениях Люди любят Друг друга Не взирая Не на вес Не на вставные зубы Не на парень Не от того Что человек заболел Или потерял работу Человек любит его И все И все Ну вот это конечно Настоящая любовь Когда несмотря ни на что Ни на минусы Ни на плюсы Ты любишь человека Да А знаешь что сказал Раби Акива Когда спросили В каком случае Можно разводиться Женщина Он ответил Тогда Когда Он ответил Когда мужчина Увидел Другую красивую Красивее женщину Чем Своя жена В этом случае Можно развестись Да Но Тут пошли Знаешь Разногласия Но как это так Раби Акива Вы можете так сказать Что если Красивая женщина Попала Значит Он должен Бросить свою Женом Говорит Вы меня не поняли Если Ему кажется Что есть Женщина Красивее Чем его жена Тогда Зачем жене Такой муж А Зачем жене Такой муж Хороший ответ И может быть Красивее женщина Чем твоя жена Да Вот этот вопрос Понимаешь А ты Как считаешь Что такое любовь Что такое любовь Ты знаешь Я думаю Что ты Очень хорошо Ответила Ну С моей стороны Под старость Или лет Любовь Конечно Это привязанность Там уже настолько Человек Привык Ко всем Минусам Своего мужа Или своей супруги Что уже не обращают На это внимание А любовь Она скорее всего Есть С самого начала И мне нравится Эта идея Когда ты говоришь С медицинской точки зрения Тестерон Вот это все такое Понимаешь Сама по себе Любовь Ну как так Представь Вот например Согласна Вот я например Вообще не согласен Когда на свадьбе Рабай говорит Читает Ктубу Да Это надо делать Но еще по другому Надо говорить Он должен Согласна ли ты Каждый вечер Убирать его носки Стирать трусы Стирать его одежду За ним убирать Убирать со стола То что он покушал И не убрал посуду Вот эти вещи Надо перечислять Понимаешь И тогда она подумает И скажет Да я согласна Или нет То есть Скорее всего Для меня Любовь это привязанность Да ты человека любишь Ты не можешь Просто так жениться Но скорее всего Со временем Ты начинаешь Настолько Ты становишься Настолько привязанным К этому человеку Что ты даже Не представляешь Жизнь без него Правильно Да Люди не представляют Жизни друг без друга И потому что Любовь Она до пяти Десяти лет Чисто физическое Физическое А потом уже начинает Платоническое Быть Потом уже Как ты говоришь Привязанность А к плохому Люди тоже привыкают Но если человек Издевался над тобой Всю жизнь Он как бы думает Ну блин Вот сейчас детей Замуж А там Женю Сыновей И нафиг И нафиг его Пусть потом И все равно Знаешь Люди даже привыкают К скандалу Люди не могут думать Что так тихо Думать Никто не орет Никто не придирается И она не может без него жить Это тоже привычка И люди живут The all miserable life With a spouse На которого нет ни чувства Ни любви Ни даже ни жалости Скажи мне Вот ты бы так смогла Вот только честно Вот допустим У тебя там сколько Трое Четверо Пятеро детей И ты знаешь о том В подсознании Что тебе их надо Выдать замуж И будет без мужа Очень тяжело Выдать замуж Да Вот смогла бы ли Вот ты жить Мизер бы лайф Как ты говоришь Да Вот ну Ну вообще Вот не нравится Вот смогла бы ты Ради детей жить Закрыть свой рот И допустим Делать все Что тебе говорит Нелюбимый муж Только честно Нет ну как В смысле Он может В конце концов Все становятся нелюбимыми То есть В конце концов Мы просто Это остается Привязанность И поступки Ты же понимаешь Что любви Как таковое Не существует Не существует Да Есть поступки Кроме того Что есть там Физическое там Притяжение Есть поступки Человек Я тебе потом расскажу Историю Потом можешь мне напомнить Про поступки Вообще Любовь это Отсутствие ненависти А ненависть Это отсутствие любви Да Людей Знаешь как раньше У нас женили людей Вот ты выйдешь За него Я уже договорился Я за тебя колым взял Так что на фасях Вот он придет И ты уже с ним Познакомишься Я тебе потом объясню Кто это Даже не на фасях Это полный на фас был Полный Они даже слова Не могли ничего сказать И ты даже не поверишь Что люди Влюблялись Люди были хорошие Тоже Не только С феодальными Привычками Были люди Воспитанные И манерные И просто Добрые От природы Даже Даже не образованные А просто добрые Вот у моей бабушки Моя бабушка отдали В 11 лет замуж Ну как Они отдают замуж Но они в принципе С ними ничего не имеют Они просто Пока не дойдут До определенного Да они пока До созревания И он ей И она вспоминает Что он Приходил с работы И приносил ей Санфеточки Кусочки сахара Садил ее на коленку И смотрел Как она кушает Этот сахар Бабушка Рассказала Она его очень любила Ну у меня И потом опять-таки Брак Разведенки Развод Обязательно Отражался На детях Дети уже не могли Благополучно Выйти замуж Потому что говорили Вот Она развед Да падает Рейтинг У нее рейтинг падает И она уже выйдет Замуж Либо за взрослого Либо за разведенного Либо не за богатого Или за рожба Худаша Какого-нибудь Да и поэтому Говорят Вот я детей Замуж отдам А потом сама Выйду замуж Это правильно Потому что мы должны Думать о своих детях Это правильно Я считаю Ну а потом Подходит то время Когда ты одна Уже не можешь быть И уже знаешь Как бы Принимаешь Что тебе дано судьбой И остаешься продолжать Быть со своим Нелюбимым мужем Уже в старости лет Ты же не выдаешь замуж Пока тебе 20-30 Это 50-60 И все И годы улетели Я тебе скажу Когда толерантность То есть терпение Уже ты выходишь из терпения Если люди понимают Что они не могут жить вместе То это вообще Против даже религии Оставаться друг с другом Вместе Потому что Это очень Это смертельно опасно И финал Или ты в конце концов Дорогу тебе К кардиологу Или к кокологу Знаешь Даже говорят Рабаи Если они вместе будут жить Один из них Обязательно может Не дай бог умереть Потому что Это не пара Это от Как сказать Они не должны быть вместе Если они не могут Друг друга терпеть Они не должны быть вместе Да Ребята Ребята Вы меня только не слушайте А то вы сейчас Все на развод Сейчас на развод Такая линия Don't try this at home Ленин просыпается С мавзолея Говорит Ребята А в чем дело Что очередь такая Ко мне мало А туда много Скажи пожалуйста Вот я тебя хочу спросить Как ребро Адама Давай Прикос такой Знаешь Мы чуть-чуть Слабоумные Они так думают Что женщины Из ребра Они слабоумнее Чем мужчины Вот я тебя Как ребро Адама Спрашиваю Почему в кино Все мужики Такие рыцари В жизни А в жизни Они просто Бухарские мужья С феодальными замашками Вот это Можешь мне объяснить А я тебе скажу Ты знаешь Или это тоже Шелкового пути Касается Да Это все из-за Шелкового пути Вот дураки Все пошли Через Шелковый путь И у них Что-то там Воздух какой-то Другой было И они там Что-то вышли оттуда Все такие Воу Вообще Я тебе просто скажу Одну вещь Что ты не должна Смотреть телевизор И все девочки Не должны смотреть И мужчины Не должны смотреть Фильмы Потому что в фильмах Представляют Идеал мужчины Идеал женщины Там правильный размер груди Шикарное тело Мужчина такой Выходит накачанный Знаешь Такие голубые глаза Русый Где такой мужчина Который делает все по дому Жена лежит Он ей кофе в постель Алло Какое кофе Вначале на теле отъедаем И моды Анили Фанеха Ну какое Правильно Ну так Если уже грубо говоря Так по смешному Поэтому я думаю Что все-таки Это неправильно Когда в фильмах Представляют Вот такого Идеального мужчину Или женщину И мы начинаем Это искать Мы живем фильмами Понимаешь Я хочу блондинку Я хочу голубоглазую девочку А когда начинаем искать И с этим сталкиваться Такого нет Но фильмы Фильмы Это такое Вещи Я тебе скажу Недавно Я думаю Мой муж Постоянно смотрит Как тебе сказать Боевики Он постоянно смотрит Боевики А я не могу Рядом находиться Потому что Я не могу Я потом И так Потом ты на нем Ты тренируешься на нем Потом Нет Я не могу Про кровопролитие А кровопролитие Я не могу Насилие смотреть Я болею потом И я говорю Давай я тебя посажу Сейчас на какой-нибудь Хороший сериал И ты кайпанешь Там такие женщины красивые И я его посадила Один раз На великолепный век Мы его Мы устали его смотреть Короче говоря Мы приходили А потом мы Подсели на Шехрезаду Степановну Это как называется Тысяча одна ночь Ага И он ей говорит Шехрезада Постарайся сегодня заснуть Дорогая Он ей говорит Потому что Ты выглядишь очень уставшей Я хочу Чтоб ты завтра встала Я говорю Изя Представляешь Он ей говорит Постарайся сегодня заснуть А я говорю Изя Ты мне все время говоришь Наргиз Когда пойдешь в спальню Постарайся не засыпать Я скоро приду Я говорю Блин Какие мы разные на самом деле Давай Давай я тебе Задам тогда встречный вопрос Если я ответил на твой Скажи мне Почему девочки Ищут широкий карман Почему они Не интересуются Качествами человека А вот Вначале они смотрят Какая машина Сколько он зарабатывает Кем он работает Я не скажу Что все такие Но ты со мной согласишься Большинство Девочек сейчас такие Да Потому что Ну потому что Любая мама хочет Чтобы дочка была сытая Чтобы у нее Было дома достаток Чтобы у нее Чтобы она ни в чем Не нуждалась Чтобы Понимаешь Ведь деньги А к сожалению Это Это необходимость Но Зачем иметь Много денег Например Это же Не обязательно Все должны быть богатые Правильно Средние же люди Тоже как-то живут И они живут на эти деньги И им хватает Смотря Понимаешь Чем больше денег Тем больше хочется А девочки сегодня Ну Вот такой сегодня Вот такая сегодня Пошла молодежь Я не знаю Я бы конечно Хотела Чтобы у моего У моей дочери Было Сказать Хорошо устроенный муж При хорошей работе Чтобы она ни в чем Не нуждалась Но я вам скажу Если Вы меня спросите Что я больше В человеке ценю То что он хорошо зарабатывает Или то что он хороший человек Вот давай Бедный и хороший Богатый Но гад Да Или он говнюк Понимаешь Тварь ко мне не подходить Я конечно выберу Человека порядочного Доброго Что в этом отношении Тебе нормально Да Что доченька не будет доедать Но самое главное Что он был хороший Нет Если они Если они друг друга понимают Это самое большое богатство Потому что деньги Это Имеют временный характер Сегодня у тебя мужа Это работа хорошая Завтра Вот сегодня Вся 47-я отдыхает Например Да Например И не только она А вот Казалось бы 47-я Хорошая профессия Все золото Это тоже тяжелый труд Они все Как сказать Это очень Людей очень много долгов Они все это покупают А потом нужно это все Реализовать Реализовать Это тоже нелегко Сегодня Деньги Это Сегодня Так же как и молодость Имеет временный характер Согласен Сейчас смотрят На данном этапе Окей Так что не переживайте Не обращайте Внимание на эти номера Нас много Тем более Программу Про все на свете С Наргиз Малаевой Смотрят все Ну я думаю Наступил момент Когда мы можем Эту всю информацию Музычкой Правильно Сбавить Немножечко Солите Да Немножечко Да И есть такая Красивая песня Называется Булерия Поет Давид Бисбал Ты знаешь Да Давид Бисбал Да Это Фламенко Китана Такой вот Артист Который Ну давайте Послушаем Наслаждайтесь Позитив Плюс ТВ Не отключайтесь Мы вернемся Буквально Через мгновение Булерия 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 Субтитры сделал DimaTorzok Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Desde vivo enamorado, desde que te vi Ganas de vivir aquí a tu lado A tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión Hay nada, sin tu amor yo no soy nada Soy un barco a la deriva que no fuera nada del olor El perfume de tu aliento quiero respirar Y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más Quiero ser tu calma y tempestad Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Desde vivo enamorado, desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Desde vivo enamorado, desde que te vi Acércate muy lento, déjate sentir Enciende ya este fuego que hay dentro de mí Ay, 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 no me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares, no hay dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor Y tu recuerdo siempre va por donde voy Ay, virgencita del cielo, como lo quiero Ella es la luna, ella es la luna Sin ella muero Te roguita y yo te lo pido Dile que yo la tuya mando Ya no quiero vivir solito Ay, 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 no me dejes sin tu amor Ay, 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 no me dejes sin tu amor Sí Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací En que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Desde vivo enamorado, desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Desde vivo enamorado, desde que te vi Bulería, bulería El día no puede ser bueno Pero hay algo bueno Esa sangre de la tierra en que nací Radio Positivo Plus TV Esa sangre de la tierra en que nací 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 ты знаешь, мне нужен мужчина, который который вот чтобы на меня крикнул, чтобы я вот села и сказала вау, она сказала я говорю, блин, мне так понравилось я говорю, может она тебе понравится а как ты к этому относишься, когда девушке говорят, я хочу мужчину, чтобы именно мной командовал знаешь, вот гавкал, кричал ну не гавкал, гавкал ну в хорошей форме арать и руководить это две разные вещи согласен, вот как она, например, сказала я хочу, чтобы он раз на меня там закричал и я вау, вот неужели женщины от этого кайфуют я тебе скажу, от чего женщины не кайфуют когда они начинают кричать на своих мужей и мужья начинают их бояться они сначала от этого кайфуют, а потом уходят к другим мужчинам потому что показывает мужчина слабенькую, да? уже с него нечего брать если я могу им уже овладеть, я могу спокойно им командовать зачем он мне нужен? ну если есть женщины, например, которые нечаянно родились с женщинами у них, знаешь, они хотят быть мужчинами в семье, это им по кайфу потому что они не любят, когда ими управляют симптомы такие в носу волосы растут и забирают зарплату у мужей вот такие симптомы вот таких я, таких женщин я не то, что, я таких мужчин не люблю женщины, может, пусть они находят а они и находят таких мужей себе ну и пусть находят я, например, я мне это не подходит это не, я люблю я сама баба сильная а колобея из себя мужчину я не хочу нет, да? смотри наша коллега к тебе пишет привет, дорогая Наргиз Белла Пулатова из Израиля в такой поздний час они смотрят приятно Реночка Малаева говорит всем хай Яфа Малаева говорит спасибо за внимание шикарно хай, девочки Реночка, привет Яфа, привет да, Аса Цветущий это семья Акиловых она говорит Сваха за место Сваха называет себя Хосгор Хосгор, да да спасибо, есть такое дело так Ле Ильяс пишет наверное каждая нормальная женщина хочет сильного мужчину во всем правильно, Ле Ильичка умница это правильно правильно так значит ты за то, чтобы мужчины например, твой супруг ну, тобой командовал по мере возможности я имею ввиду не распуская рук и не переходя границы нет я тебе так скажу просто мужчина он сам по себе должен быть его дело что добычек добычек донор сделал детей добыл да добыл защитил принес деньги не изменяет ну, нормальный такой мужчина и тогда вот скажу тогда может он идти и делать что он хочет я бы я бы его даже не спрашивал куда он идет вот самое главное чтобы он сделал все что касается детей семи а потом пусть он делает что ему заблагорассудится я своего мужа например не контролирую вообще да, а я тебе говорил как сделать счастливый мужчину нет нужно заниматься с ним сексом кормить и оставить в покое а ты знаешь как женщину сделать счастливой да надо это не так уж и трудно стоит лишь быть другом любовником братом отцовым поваром сантехником добрым щедрым нежным изобразительным спортивным сильным понимающим не забывая при этом часто делать комплименты любить заниматься шаппингом не скандалить и не искать проблем не раздражать ее в то же время необходимо быть внимательным не быть ревнимым ладить семьей находить время для нее в то же время оставлять ей пространство заботясь о ней и наконец очень важно никогда не забывай даты дни рождения первой встречи помолвки свадьбы ты понимаешь где у тебя кнопка это сколько вам и сколько нам всего лишь навсего всего лишь навсего вот это всего лишь навсего ложится на хрупкие плечи слабого пола не говори и потом эту девочку я одно слышу она говорит она целыми днями сидит дома работает убери приготовь а муж говорит она он приходит дома она сидит дома ничего не делает да такую рекламу по фейсбуку все дома чисто так красиво нормально вдруг она слышит сигнал мужа что он приехал он там посигналил и она давай разбрасывать все по дому у них маленький ребенок давай разбрасывать все по дому дом перевернуло он приходит такой и она как мне с ребенком тяжело как мне с ребенком тяжело потому что никто не пожалеет потому что это настолько привычно что жена все делает что вот такие вещи как вот накрой приготовь накрой потом убери потом сама посуду помой нету такого да что вот поели дети все убрали за собой это привычка такая вот мама должна мама должна но никто не хочет женщин берет почему так особенно в Бухарских ты знаешь я тебе скажу одну вещь я например я никогда там супругу свою не упрекала если она делает или не делает но иногда у меня тоже такие мысли пробегали прихожу дома вроде ничего нет ничего не сделано вот а потом когда у меня родилась четвертая дочурка я сказал старочка давай знаешь что я днем сижу дома работы нету да я работаю по вечерам не надо отдавать в садик до года я буду сидеть с ней не надо звать бибиситеров и вот когда я на себя взвалил эту ношу ни грамм не жалею вот во первых ты с ребенком ближе становишься и первое слово папа вылетает а не мама когда они сидят часами мама 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 скажи мама 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 я например кайфанул знаешь и вот год прошел и у меня родилась пятая девочка и я сказал давай то же самое до года мы спокойненько я буду сидеть и вот я тогда увидел здесь реальность сколько нужно вещей делать по дому хотя всегда жене помогаю убирать там по дому что-то делать это я люблю но когда ты остаешься один на один с ребенком или вот семьей и жена у тебя работает то конечно сразу все выплывает это надо сделать то надо приготовить памперс поменять молоко сделать там повесить вещи постирать это очень много это катастрофа в принципе я тебе скажу я была много лет только мамой потому что я работала вечером я вообще не считала что я работаю для меня музыка же была как хобби мне было приятно заниматься музыкой поэтому для меня это было как пойти to have fun единственное что у меня уставали это ноги потому что я была на высоких каблуках а потом я начала работать днем и для меня это вот на самом деле была тяжелая работа я сказал лучше я буду дома я буду лучше убираться я буду лучше стирать и убирать и мыть и готовить только в 6 утра меня не будите потому что для меня в 6 утра поднять в 6 утра это страшное дело ну то же самое у меня было у меня раньше день начинал утро начиналось там я не знаю в час 12 а когда появились дети то я уже конечно в 7 утра ребенок будет папа мы готовы давайте в садик ну вообще сегодня сегодня вот бабы с бейцами это непривлекательно я считаю женщина которая хочет сама сама все сама себя обслуживать сама себя защищать сама пропадает та изюминка женственности понимаешь если мужчина если мужчины хотят прикрыть своей грудью слабую половину а тут у этой половины у самой грудь как бронетранспортер все и по сути прикрывать тебе ничего не надо она себе и мужик и баба сама а потом они а потом мне говорят ну он слабый для меня конечно ты уже все сама сделала что я тебе слабый все на грудь свою приняла уже на грудь приняла скажи мне Нара скажи мне а вот ты веришь в любовь с первого взгляда нет не верю совсем жотем мотем ничего такого нет не верю но вот представляешь вот ты идешь идет красивая женщина ты влюбился в нее ты не знаешь может это транссекшн ты не знаешь что у этого человека в голову ты не знаешь кто это как можно влюбиться с первого взгляда стартик вот я не понимаю я не понимаю И он приглашает ее к себе домой Она говорит, сейчас я папе позвоню Говорит, папочка Я сейчас нахожусь у Коли Он такой славный парень Я приду Я приду после 12 Меня не ждите, садитесь к ужасу Подожди секундочку, у меня вторая линия Да, вторая линия С наркотой И вот ты говоришь, любовь с первым Ну как можно человека полюбить с первого взгляда За внешность А я тебе сейчас одну интересную историю скажу У меня одна подружка Про жениха Он пришел свататься Моей одной подружке Она даже не подружка, а моя была дальней родственной Кстати, очень часто его живет Она живет в Сан-Диего И значит к ней пришел Она рассказывает про то, как пришел к ней Жених свататься И он такой Такой не крем-брюле С прещами, в очках Пришел такой И она уже на него посмотрела Она сказала Не, уже все, можно, мам, даже чай не выноси Спокойно Отправь его Потому что я даже Я даже обсуждать эту тему не хочу Пусть идет И ищет себе кого-нибудь другого Ну, они сидят И уже гостей приняли Надо же их напоить чаем И потом уже сказать, что ей не подошло Теперь они сидят И теперь Парню дали слово Он говорит Ну, давай Давай, Игорек Скажи что-нибудь Скажи что-нибудь В гости пришли Он берет рюмочку Так Поднимает рюмочку и говорит И хотя я никогда не писал стихов Все же две строчки удалось сочинить Счастье сладкое Но Ты и я Это наша любовь Я понимаю, что Да, Пушкина мне далековато Но То, что я обладаю Даром любить Это точно Так давайте же Выпьем за нашу встречу Она так Это мой Это мой Сказала она Понимаешь А я тебе хочу сказать Что У меня было не раз так Что я увидела человека Который совершенно Внешне Никакой Вообще никакой А скажи мне По улице часто ты видишь Да, красавица идет И рядом с ней идет Вообще Вообще Некрасивый парнишка Или наоборот Или наоборот И кажется Да, вот ты думаешь Вот что она с ним делает Или что делает он с ней А когда ты заглядываешь Вот есть такой хороший Американский фильм Ты смотрела Халлоу Шелл Шелл Халло Или Шелл Халлоу Шелл Там Мужчина Он все время Искал красивых Сам был полный такой И ему-то Его заколдовали И сказали Что он только будет смотреть Внутреннюю красоту Теперь он встречался С такими лялечками Цацами Знаешь Так красавицы И вдруг Когда его заколдовали И он стал встречаться С такой Полной Такой здоровой Если он там 120 паунтов А она 400 И теперь его друг говорит Брат Ты посмотри на нее А он ее видит худой Потому что он видит Ее внутреннюю красоту Он говорит Ты что Говорит Ты смотрела Ты что Говорит Дурак что ли Да Ты что Говорит Дурак что ли Говорит Какая красавица Вот если бы все Видели внутреннюю красоту Конечно И мир был бы намного лучше Ну я тебе скажу Красота внутренняя Человек Человек живет Человеком Даже полюбив С любовью С первого взгляда За одно слово Неправильное Которое вылетит Изо рта Женщины Может убить Любовь За одну секунду Или Наоборот Возродить ее Вот почему Вот мы сейчас живем Вот с Изей Мы прожили Например скажем Сколько 25 лет почти Да Мы уже не молодеем Правильно Ну вот казалось бы У нас уже нету Такого Такого огня Который было С самого начала Да Вот у нас У нас Друг другу больше Уважения У нас друг другу больше У нас много общего У нас есть внуки У нас есть дети Да У нас есть худого Например Мы друг друга уважаем У нас уже другие ценности Просто Но Мы уважаем друг друга Больше чем даже Когда только Мы еще были такие Знаешь Ветер в голове А сейчас Это совсем по-другому И Как-то вот У него болит И такое ощущение Как будто это Radiates to my body You feel his pain Это уже люди Которые Мы уже прожили Жизнь Чуть-чуть Ну может быть Полвека Прожили Нашей жизни А вместе Мы прожили Четверть века Да Это все поступки Любовь это поступки Все Больше разговоров нет Ну хотя Конечно Любовь говорят Рабаи говорят Вообще любви нет А что они говорят Они говорят Что любви нет Любовь это Fish love Fish love Fish love Я люблю рыбу Потому что она вкусная Я люблю ее Потому что она хорошо пожаренная В чесноке Вот это любовь Они говорят Что любовь это Любить надо Не друг друга А любить надо Как сказать Действия Нет Любить надо То есть люди Мама говорила Когда люди встречаются Они не любят друг друга Они не должны смотреть Друг на друга Они должны смотреть По одну сторону Вот Он пытается сказать У людей должна быть Общая цель Которой они стремятся Понимаешь Потому что Любовь она Да Проходит Физическая любовь И На таком уровне Что Люди просто Начинают понимать Что больше есть духовная любовь Чем физическая Я с тобой 100% согласен И чтобы Вот это все Как-то Содержимое Поставить в стаканчик Помешать И еще выпить Давайте послушаем песню Которая называется Джигала Как раз на нашу тему Отдыхаем Наргиз Малаева В программе Про все на свете Поставить в стаканчик Джигало Better run along Carry on With the show Cause real ladies Don't go With jiggalows What you wanna know Papi Yeah Papi Oh Oops You're running out of time Jiggalo Something for nothing That's not what you get No You better slow your roll Papi Hey Hey papi Hey papi You better keep your hands up Look but don't touch Hey papi You can't have me Cause I'm the bomb Diggy diggy bomb Diggy diggy Tricks and traps This and that Will never spark my interest Have me impressed Why Why It takes more To allure a lady Why Why It takes a lot To get what I got What you wanna know Papi Yeah papi Oh Whoops I bet you wouldn't mind Jiggalo Better run along Carry on With the show Cause real ladies Don't go With jiggalows What you wanna know Papi Yeah papi Oh Oops You're running out of time Jiggalo Something for nothing That's not what you get to know You better slow your road Papi Oh Hey Hey Why Why Deep stairs Gonna get you nowhere Why Why She talk We know hard What you wanna know Papi Yeah papi Oh Hey Whoops I bet you wouldn't mind Jiggalo Better run along Carry on With the show Cause real ladies Don't go With jiggalows What you wanna know Papi Yeah papi Oh Hey Whoops You're running out of time Jiggalo Something for nothing That's not what you get to know You better slow your road Papi Oh You drop that ball I don't fall that easily Yeah Yeah Drinks and traps No I don't fall for that Hey Just say But yeah Hit the wall I don't fall that easily Yeah Yeah Get off my back Cause I don't fall for that And now I'm all for you Если у тебя плохой день Не отчаивайся С нами Он будет лучше Радио Позитив Пусть Почувствуй ритм Хорошего настроения Эй-эй Всем привет Кто к нам сейчас Прекрасно Я с вами на Радио Позитив ТВ Ленечка Ты меня Слышишь Видишь Я тебя слышу Я вижу Ощущаешь Нет Не ощущаю Но слышу О чем мы говорили О чем мы говорили Мы говорили О Любви Любовь Любовь Знаешь Очень много пословиц Про любовь Любовь Вот смотри Я тебе буду говорить А ты мне скажи Что это имело в виду Любовь Не зла Полюбишь И козла Например Это про кого Ну Помнишь Как мы Вот как мы говорили Да Что Человек некрасивый Снаружи А внутри может быть Хорошая Или может быть Человек Красивый снаружи А внутри ужасный И вот ты прыгнул на него И все И попало Окей А любовь Не картошка Не выбросишь в окошко Это про безопретную любовь Нет Уже все Картина Репина Приплыли Приплыли Картина Я в Азовском Знаю Приплыли все Любовь Смитла Потом Любовь Не картошка Любовь Она и в Африке Любовь Она и в Африке Любовь Да Согласен То что То есть Если у людей Есть только телесная На данный момент Близость Которая наверняка Со временем Истякнет То Отношением Конечно Приходит Конец И что остается В конце концов Остаются только Поступки Хорошие Воспоминания Потому что Однажды Мы с папой Мы с папой Пошли В бассейн Папа был После операции Ему тогда было 65 лет Ему вырезали Желостный пузырь И мы пошли С ним в бассейн Я говорю Папа пойдем Я немножечко тебя Покупаю Идем немножко развлечемся И я в воде Папу взяла на руки Так Ты меня слышишь? Да Я его несу на руках И говорю Папочка Ты такой легкий Ты такой легкий Я его говорю Странно как-то Говорит Раньше Когда я был молодой Говорит Когда женщина На меня только смотрела У меня все Все в моем теле Дребезжало Говорит Все поднималось А сейчас топором Отруби Я говорю Даже не пойму Где это находится Я говорю Папочка Ну Зато Зато ты стихи Красивые пишешь Я бы говорила Я бы успокаивала Ну вот как ты говоришь Для всего Есть свое время Время Было Когда мы цвели Время пришло Когда все Отцвело Понимаешь И время пришло Когда сейчас Только надо Наслаждаться Допустим Внуками Еще что-нибудь такое Понимаешь Жить для себя Ведь первые Знаешь Первые там 30-40 лет Пока твои детишки Замуж не выйдут И не женятся Мы же не можем Никуда даже выехать Понимаешь Почему? Можем полетать Полетать дома Да? Из кухни В другую комнату Убрать Или еще что-нибудь такое Не понимаешь С маленькими детьми У тебя конечно Уже все взрослые Я же тебе говорю Поэтому тебе как-то легче А вот с маленькими детьми Пока тяжеловато Куда-то выезжать Нет Нет почему У меня еще есть Один Спиногрыз 17 лет Который Вот сейчас Вот такой Возраст у него Когда у него в голове Астерство-стрончик Да Поднимается Он начинает Смотреть туда Куда не надо Какие-то вопросы Странные задает Приходится отвечать Да Или ты к мужу посылаешь Нет Он к мужу Кстати Вопросы боится задавать Он мне Он знает Что я его выслушаю А из-за его За такие Вопросы Просто Гугл поставить Неверным сыновьям Наказание Повторное обрезание Да Нет Нет Вам нормально спрашивать А сейчас Давайте-ка Я вам сейчас Прочту что-то из раннего Это называется Стихотворение Про любовь Как Бог признавал Сотворение в любви Что-то из раннего Давай Я тебе поставлю Бэкраунд Давай Такое Ну оно недолгое Такое стихотворение Такое Оно я просто думаю Засчитаю Что-то А Как Бог признавался Творение в любви Ведь нет у него языка Он просто выразил Это в любви А в любви Не нужны слова Дарю я тебе Творение Мое Луч Солнца И лунный свет Дарю я тебе Травинки Росу И почек Весенний цвет Дарю я тебе Океанов Ши Горы Поля И цветы И все Что в них Это тоже тебе Ведь центр творения Ты Дарю я тебе Найди меня Написал Я Ух ты Очень классно А главное Так проницательно Вот Аж У меня Мурашки по коже А еще Я недавно узнала Про притчу А почему Любовь слепа Знаешь Оказывается Почему Любовь слепа Ну-ка давай Любовь слепа И полюбишь Слепа Однажды Все чувства Решили Поиграть В прятки Безумие Водило То есть Считало И Пока Считало До ста Остальные Прятались То есть Нежность Заслонилась Облаком Правда Встала Посередине Поля Доброта Прикинула Солнечным Лучиком А веселье Так быстро Бегало Что даже И прятаться Не хотела А Любовь Не знала Куда ей Спрятаться И когда Выбора Совсем Не осталось Она аккуратно Спряталась За кустами Рост И Досчитав До ста Безумие Пошло искать И быстро Всех нашло Но никак Не могло Найти Любовь И оно Решило Заглянуть За красивые Кусты Рост И случайно Нечаянно Совсем Нечаянно Шипами Выколола Любви Глаза Безумие Дико Извинялось И не знала Как загладить Свою вину И встав На колени Пообещала Всегда И везде Сопровождать Любовь И быть Для нее Ее глазами С тех пор И по сегодняшний день Любовь Слепа И безумие Является Ее поводырю Вау Вау Да Да Очень хорошо Да Жегерме Вот так вот Любовь Она И в Африке Любовь Но ребята Конечно Красивое стихотворение Сутры Джулия Борохова Спасибо большое Джулечка Это наша? А да Ты вообще не читаешь Что нам люди пишут Девочки Спасибо всем За участие Я вот Я еле как успеваю Потому что у меня Столько здесь аппаратур Я должен буду И там И там И там Понимаешь? Понимаю Понимаю Девочки Очень приятно Всех видеть На самом деле Вы можете Задавать любые вопросы Кстати Телефон студии Пожалуйста 7917 609 8929 Задавайте вопросы Если у вас Есть вопросы О любви Пожалуйста Кто-то пытается К нам дозвониться Любви касающейся Я буду отвечать Постараюсь Итак Уважаемые радиослушатели Будьте бдительны Пожалуйста Звоните к нам По телефону 9176098929 Это шоу Про все на свете Вместе С Наргиз Малаевым Задавайте нам вопросы И конечно же Мы будем с радостью На них отвечать Вот у нас Первый телефонный звоночек Ты не слышишь? Я не слышу Сейчас Секундочку Выйдем напрямую Алло Алло Ленечка Шахнозочка Как дела? Нормально Не могла дождаться Когда мы выйдем В эфир Я думаю Нет Я прямо сейчас Пока Наргизочка Там должна позвонить Привет Шахнозочка Как дела? Наргиза Ты супер-пупер Я не знаю Какие слова подобрать У меня Вот как волосы Дыбом стали Никак уложить их Не могу Тебе сейчас Тебе сейчас В эфир выходить Шахноза Наряжайся Я знаю Я знаю Я сижу такая Вся настороженная Возбудившая Я думаю Господи Что такое Как мне утихомириться Теперь Вот Наргиза Да-да Все твои стихи Достойны похвалы Ты знаешь Они достойны жить Скажи такой вопрос Ты все это Собираешь Книгу Ты это Выпускаешь Как-то Как это все Оно должно Сохраниться Все Ты где вообще Алло Ты меня слышишь Да Ты мою книжку Видишь Нет Она тебя не видит Она сейчас по телефону Нет Я же отключила Потому что Чтобы позвонить Да книжка же Уже давно есть Шахноз Да ты что А почему у меня ее нету Она у тебя уже есть Шахноз Она у тебя есть Ты просто еще не знаешь Что она у тебя есть Понимаешь А так уже в подсознании Она у тебя есть И подписана самим автором Есть Все нормально Вторая книжка Все Я надеюсь Теперь она у меня есть Она просто в дороге Да была Да Есть Конечно Я думаю Я думаю Говори Шахноз Говори Я думаю Да Я просто хотела Спросить вопрос Вот уже Насколько Я слышу От тебя стихи Вот И каждый раз Восторгаюсь Прям Ну Придела мне К моему восторгу Спасибо Нордивушка Моя дорогая Скажи А вот на тему Женские дружбы Ты когда-нибудь С писала стихи? А что женщины Заказ Заказ Можно принять Заказ Можно конечно Про нашу С тобой дружбу Да Да Вот заказ Такой Можно будет Принять Потому что Конечно На самом деле Да Я бы Я бы хотела Подкинуть тебе Такую Самую идею Если можно Конечно На следующий раз Сделать Вот именно Тему Подобрать По поводу Женской дружбы На тему Женской дружбы Ты знаешь Очень многие Сомневаются В этой женской дружбе Ты знаешь А вот Я То что я По отношению К тебе Чувствую Я думаю Что Ну неправда Женская дружба Она существует Женская солидарность Тоже существует Вот Наргизочка Так что Очень хочется Если у тебя Получится И вся муза Посвятить Что-нибудь На эту тему Конечно Я сейчас Во-первых Посмотрю Может быть У меня И завалялось Что-то Дай Говорит Загляну В свою музу И посмотрю Есть ли у меня Да Да Загляни Пожалуйста Я Я не знаю Просто ты Все расписываешь Очень так Красиво Все по полочкам Все как положено Смотри Это тебе говорит Поэт-песенник Ты представляешь Наргиз Какой-то комплимент Да Все в развернутом виде Так что Наргиз Дорогая Если у тебя Муза посвятит И ты вот Посвятишь Именно Стихи Посвященные Женской дружбе Я тебе буду Благодарна Моя сладкая И признаюсь Тебе в любви Самой Истримой Самой Настоящей Я постараюсь Конечно У меня очень много Подруг И я обязательно Посвящу им И вам всем Вот Такое стихотворение Которое будет Называется Женская дружба Это то что нужно Вот так Ух ты Уже хорошее название Да Да Закрутилось колесо Знаешь У меня Как я сочиняю стихи Мне самое главное Первую строчку Сочинить У меня тоже так Наргиза У меня тоже самое Пока первой строчки Не будет Я ничего не могу начать Вообще Вот так у меня тоже А если я начала Остановиться не могу Ты понимаешь Вот если пишу Ну все Я тебе иногда Так волейбольный мячик Буду подключить Наргизочка Ты мне только спросишь Ну да И я там остальное Да-да-да Я тебе говорю Подачу такую Нет проблем Нет проблем Конечно Все Наргизочка Благодарю тебя За прекрасную передачу От всех От всех Кто сегодня слушает А слушают сегодня Очень многие Да Спасибо Так держать Будь всегда За таким штурвалом Правильным Спасибо дорогая Спасибо Шагнозочка Большое спасибо Ты настолько Внимательно Что Звонишь на каждую Программу Поддерживаешь Каждого нашего Соведущего Молодец Спасибо 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 Я сейчас Я вас люблю Обожаю Я сейчас заплачу Все Увидимся Ровно через 5 минут Давай Ой Уже Уже Да Я говорю Поэтому накручивайся Давай Ну Может быть Ты Напоследок Еще один Какой-нибудь Стишок Такой Красивенький Я тебе Бэграун Приготовил Такой Классный Хорошо Давай Я прочту Стихотворение Если жизнь Была бы вечной Я не считала Это всегда Нет Нет Если жизнь Была бы вечной Было бы Неинтересно Жизнь Жизнь бы не казалась Быстротечной Никакой Была бы Наша жизнь Не женились Люди В 20 А женились В 200 Лет А куда им Торопиться Ведь регламента Это нет Ты знаешь Что дорогой Леня Я читала Ты читала Читала Да Я уже Я же Помню Ты читала Хорошо Это тогда Другое Стихотворение Называется Мысли Я знаю Что у нас Осталось 5 минут Что в мыслях Своей Стоит человек Богу лишь Только известно Но способности Скрыть наши мысли От всех Сделал Бог Жизнь сложнее Интереснее Этим самым Решил он Проверить людей Совпадает ли Мысль Со словом Оказалось Не так уж Легко На земле Жить так Когда оно Было Богом И вот Началась Просто супер Игра Что Мысль невидимка Узнали Как Ева С Адамом В том Райском Саду Сверху Яблоко Правду Познали Узнали Что можно Любить Ненавидим Смеяться Когда очень Больно Делать То Что не Нравится Вовсе Тебе Была бы Толпа Довольна Человек Улыбается Глядя В глаза А что Думает Кто Его Знает Говорит Слово Нет Но А в мыслях Своих Слово Да Он Подразумевает То Брак По расчету Коварство Капкан То Месть То Измены Страданий Наводки Убийства Злословия Угар Ах Если бы Мысли Знать Заранее И Жизнь С нелюбимой Мыслях Измены Страшнее Любого Греха Порой Забываем Мы Мудрость Из книги Что Ужи Хромая Нога Ограничен По сути Своей Человек В нем Духовности Меньше Материи За слово И дело Ответим Вполне Ведь у Бога Свои Бухгалтерия Он Видит Все наши Желания И мысли И ночь Для него Словно День Приведет Конец Он В начале Деяния И видит Беды Наши Тень Он Всегда Нам Время Шансы Дает И сигналами Нам 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 А Предвидя Беду Заранее Нас Об Опасности Предупреждает Предрассудки Мы Предрассудками Это считаем Подчас На сигналы Глаза Закрываем Ну а если Беда Постучала Зверь Во всем Его Обвиняем Я Быть Может Слишком Еще Молода Чтоб Друзям Советы Давать Это Личный Мой Опыт Ответ Который Пыталась Понять Что В мыслях Своих Таит Человек Никто Никогда Не узнает Если Бог Захотел То воля Его Пусть Он И за Нас Все Решает Вау Браво Браво Так что Дорогие Друзья Мы увидимся На следующей Неделе Во вторник С 5 до 6 На передаче Позитив ТВ С Леней И Леобаевым И на сегодня Я думаю Пора подвести итог Любовь Она Есть Если Вы не будете Ждать Чтобы Кто-то Ощастливит Вас Вы Ощастливите Себя И других Ибо Есть Вы Его Величество Счастья Желаю Всем Хорошей Недели Всех Люблю Хорошего Позитива Мирного Неба И Голосуем За Трампа До свидания Вам Вам Спасибо Это Программа Про все На свете Вместе С Наргиз Малаевой Мы не прощаемся А просто говорим До следующей Недели Ну а последок Мы оставляем вас С этой прекрасной Песней Слушаем Наслаждаемся И остаемся Вместе с нами Сейчас программа У нас будет Аллея звезд И в нашей программе Стас Калантар Так что Наслаждаемся Ух Ваш Hyun Малаев в redeem наш Жреб Р showed и Солзи 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 Лено Солзи 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...